Представители Ассоциации коренных малочисленных народов Севера сегодня встретились с губернатором края. Они надеются, что новый глава региона поможет решить застарелые проблемы. Софья Корнева побывала на встрече и узнала, какие вопросы необходимо решить в первую очередь. Живут у реки, но без рыбы, живут возле леса, но мерзнут без дров. Главные претензии представителей Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края сверлись к тому, что они больше не могут свободно пользоваться природными ресурсами. Практически горбуши летней киты не уничтожены, и осенней киты осталось два года существования. В Нанайском районе, Охотском или Тугура-Чумиканском жалобы одни. Реки заняты рыбопромышленниками, на жителей национальных сел Лососевых не хватает. Бывают такие случаи, что рыба, зашедшая с моря, она не доходит даже до села Алгазии. Я не говорю про нерестилища, я не говорю про село Уцкое. Мы и так уже всю киту отдали промышленникам. Что-то я не увидел в магазинах дешевой киты. Но не увидел. А массовые протесты населения увидел. В правительстве работают над расторжением договоров аренды на промысловые участки с предприятиями, добывающими рыбу. По словам губернатора, в условиях провальной путины в первую очередь снабжать уловом нужном местных жителей. Другой болезненный вопрос – заготовка дров. Деляны вблизи населенных пунктов отданы лесозаготовителям. Край уже давно отвел, у некоторых по 50 лет, по 25 лет. Лес относится к Минобороне. Полоса защитная. И людям запрещают пилить дрова. Предлагают им ездить в другой населенный пункт. Это по железной дороге надо в другую деревню ехать. Губернатор предложил включать в договоры с лесозаготовителями пункт о том, что арендаторы участка будут обязаны снабжать дровами жителей близлежащих поселений. В противном случае представители коренных народов будут вынуждены добывать лес незаконно. Софья Коренева, Сергей Зимьяненко, Телеканал «Губерния».